так добрый вечер друзья я уже собрался выезжать закончил подготовку завтра утром уезжаю с коллегой в румынию опять но и что меня задело что я хотел прокомментировать и высказать свою точку зрения значит я внимательно наблюдаю за средства и массой информации которые у нас называются пророссийские сейчас я поправлю чуть-чуть это те средства массой информации которые получают заработную плату из россии и естественно должны за эти деньги очернять обливать грязью нынешнюю власть начиная от санду заканчивая всеми политиками которые сегодня находится парламенте и представляет свое большинство это не секрет если кто не знает то я вам скажу что сегодня в кишиневе есть не только средства массовой информации но и есть партии все их знают первую очередь это партия социалистов которые выполняют работу за это платят хорошие деньги чтобы знали россия платит очень хорошие деньги и даже представителям общественности которые задачу который входит это дискредитация нынешней власти которую избрал народ так вот я остановлюсь на двух моментах которые хотел прокомментировать пару дней тому назад я думал пропущу это все не буду комментировать но надо сказать наш мэр города дом чебан вообще я внимательно наблюдаю за не только будем говорить так называемые про российскими партиями или пророссийскими сми но я наблюдаю из-за чего чего больше своей деятельности занимается политика чем занимается город во все времена я прошу прощения не отключил телефон так вот друзья наш доблестный мэр города чебан едет в один день на прошлой неделе видать на отдых и вот жестко раскритиковал то что на таможне опять скопление большегрузных автомобилей ну и естественно в своем комментарии он обвинил власти в том что на таможне скопилось опять очередь из грузовых автомобилей я хочу кое-что вам пояснить уважаемые друзья можно ругать таможню пограничников сколько угодно можно их и ногами дубасить и и и и руками и во всем их винить теперь я хочу перед тем как дать характеристику этому нашему великому мэру города задать вопрос вообще он понимает что такое таможенный переход а вообще чебану знает и он чебан вообще знает что ответственно таможне прежде всего за контрабанду а вот чебану хоть представляет что такое фуру проверить с грузом когда в этой фуре можно провести и оружие и наркотики и в этом двадцатитонники не разберешь а сзади все давит давай быстрее давай быстрее давай быстрее я разговаривал в одним в одном в один день когда я ездил в румынию и переговорил с нашими таможенниками и вот наш молдавский таможенник попросил не говорить его фамилии он говорит вот нас все обвиняют а если сейчас во время войны все дают указания тщательный досмотр внимательно все проверять тщательно досматривать потому что перевозят в европу из украины и оружие и наличные огромные миллионы и контрабанда и наркотик и так далее тому подобное таможню инструктируют ежедневно ежедневно требует тщательный досмотр всех большегрузных автомобилей а вы можете представить что такое сколько уходит времени на досмотр тщательный досмотр одной фуры то же самое говорят румыны вспомните когда заезжали беженцы и только венгры и поляки и румыны обнаруживали чемоданы полные набиты с миллионами наличности наши молдавские таможенники ничего не смотрели потому что такая лавина людей невозможно было если был бы досмотр то у нас бы черти что бы творилось и обвинили бы что вот таможенники таможенники а теперь кто-нибудь с благоразумных людей которые меня сейчас слышу станьте на место этого таможенника если вдруг он пропустит не да не досмотрит не доконтролирует какую-нибудь фуру и если будет проведено оружие или же наркотик или еще страшнее взрывчатые вещества и так далее что будет с этим таможенник и вот все сегодня кому не лень винят таможню вот это таможня плохо работает таможня плохо работает хоть кто-то вникал хоть понимает вообще что такое таможенный досмотр что такое 20 а то и более тонн в одной авто в одном автомобиле проверить что там груз а сейчас настолько искусно все маскируется что вы что я разговаривал там очень честно сказал вы знаете сколько переходит туда оружие оружие бандюганы бегут сейчас под видом беженцев и там вооружается за счет того оружие что ввозится через границу кто виноват таможника таможника требует чтобы он контролирует когда он начинает досмотр начинает переворачивать всю машину а сзади сзади сотни автомобилей и все орут медленно работаете медленно работаете а кто-нибудь хоть понимает какая ответственность у пограничной полиции и у таможни по контролю перевозимого груза который идет транзитами или же вывозится из молдовы и вот нашелся наш чабан умный который занимается популизмом вместо того чтобы заниматься городом он видит всех вини то ему мешают то ему там как у танцора то не на него не обращают внимание то дома чабана я бы вам порекомендовал вот что я имею материал о том как вы в свое время когда были консильерами еще не были мэром города когда вы бабушек согнали блокировали стройки кричали орали на каждом углу о том что незаконная стройка после того когда отстегивали вам этот строитель 30 50 тысяч евро тогда вы старушек убирали и все решалось все порядке я эти материалы представил президенту додону когда он еще был в семнадцатом году вы занимаетесь лучше господин чего но с городом вы примаром больше не будет это я знаю точно не будете и сейчас вы занимаетесь не гордом а вы сейчас занимаетесь популизмом увидели там очередь и начали ой власть ой майя санду виновата в том что очередь а вы попробовали вместо таможенника поработать подписать документы поставить свой свою персональную печать и если что-то случится что с этим таможенником будет а возможно физически проверить каждую фуру который идет с украины транзитом в европу и кто там что там перевозит кто-нибудь хоть хоть думает головой до неудобства да но ведь ведь понимаете какое серьезность положение сегодня что война идет и что там переводе и очереди а как проверять тогда автомобили а как проверять фуры каким образом кто-то мозги включает когда сушит вот этого этого бездаря для меня он вообще не примарь я смотрю чем он занимается я скажу вам так если говорить об уголовном деле то вслед за додоном должен идти чабан очень много просто я смотрю со стороны нет у меня полномочий вмешиваться для меня совсем другая миссия ну чуть суть в том что я когда читаю комментарии людей да я понимаю что учебану пророссийского политика ваня тоже выполняет определенную задачу с кремля тоже получает зарплату за то что ваня выполняет определенную задачу и это всем известно ничего нового я не сказал но все лезут вот в данном случае я защищаю таможню защищаю румынскую таможню неважно польскую таможню потому что сейчас у них очень сложная работа очень сложно нужно оградить европу от того груза опасного и оружие и взрывчатка и наркота который пытается протащить в европу с украины и и каждый лезет и сует свой нос в работу таможней вот власть как работает это первое а теперь то что с чего я хотел начать вы знаете перед тем как уйти сегодня уже хотел вот уже седьмой час рано завтра вставать и и заметил в конце дня опять же пророссийская средства массовой информации кишиневе которые очень активно заглядывают в каждую дырку и к пальцам ковыряются в дерьме чтобы только наковырять как можно больше и вот они нас что заметили за 5 читаю за 5 заграничных поездок санду из бюджетов потратила 75 тысяч леев то есть примерно вы понимаете да три с половиной тысячи евро и вот пишут это отрабатывают деньги с кремля 34 и 3 тысячи леев было потрачено на участие в конференции по безопасности в германии куда отправились моя санду и секретарь аппарата президента кристина герасим на рабочую поездку брюссель также отправила санду и герасим было потрачено 21 тысячи леев на рабочий визит санду в нидерланды было потрачено 14 тысяч леев майя санду потратила пять с половиной тысяч леев на участие в саммите глав государств правительства процесса сотрудничества в юго-восточной европе 10 11 июня 22 года она рабочий визит в киев деньги с бюджета нет тратились и что послушайте что я скажу для этих пророссийских сми и тех для кого они пишут выход сами понимаете что такое глава государства я посмотрел сейчас две женщины два представителя власти молдовы поехали вдвоем две женщины а это уровень понимаете глава государства главе государства представляют особые условия потому что это имидж имидж принимающей стороны и имидж стороны которые приезжают вы что хотите чтобы глава государства нашего государства где-то ночевала в каком-то в пригороде в каком-то частном доме за 20 евро или за 30 евро это для кого это пишем вот это вот смотрите на рабочую поездку брюссель отправилась санду из естественно со своим сопровождающим лицом глава государств потратили 21000 1000 евро по 500 евро на человек а значение вы хоть понимаете какое значение имеет вот такие поездки главы государства я защищаю сейчас не столько с мою санду сколько защищаю наше государство вы что хотите чтобы вообще над нами смеялись что мы сегодня миллиарды поворовали а для того чтобы поехала наша президент глава государства это первое лицо государства 500 евро потратила на очень важную рабочую поездку где обсуждается вопросы сотрудничества связи каждый божий день нужно встречаться нужно обсуждать я знаю что это такое и вот это дрянная мерзкие средства массовой информации про кремлевские как ковыряются в заднице извините меня и выковыривать что там выковырить посмотрите где вы видели чтобы глава государства нет у нее личного самолета она садится вместе с пассажирами этот пятьсот пятьсот евро потратили две эти эти женщины первое лицо государства и вам не стыдно такую херню лапшу вешать и вот самое главное что у нас есть категория людей которые проглатывает тупо проглатывает ну просто это такое ощущение что в голове просто семечки опилки и дальше на рабочий визит нидерланды было потрачено 4000 лев 700 лев 700 евро кто работает кто ездит за границу кто работает сейчас в европе вы хоть представляете глава государства глава государства да стыдно она и обошлось она потратила 700 евро на проживание на еще она должна одеться она же должна выглядеть она же представляет нашу страну она как дюймовочка кушаешь у там ей три зерна на завтраке два зерна на обед и одно зернышко на ночь но позорище и вам не стыдно херню эту всю писать да мы и вообще должны представить условия как главе государства но мы бедные но и синтем срач все разворовали растащили а наш президент сегодня скромненько маленькая скромненько портфельчик далее 500 евро на на дорогу и поехала это первое лицо страны ну вот те кто я я взял так перерыв не хотел я внимательно все собираю мешок как моего марила собираю мешок чтобы потом высыпать все но вот это вот последняя вот это вот мерзкая статья это пророссийского сми это просто меня вы знаете это просто позор есть еще есть и которые глотают те которые это проглатывает и голове абсолютно ничего нет а вы вы хоть можете вспомнить возьмите пожалуйста пребывание что ваш лоб ходилось поездки до дона не европу в россию со всем семейством на охоты этот в сибири и так далее девочки женщины вот те кто сейчас вот я фамилии не буду называть вы себе представляете глава государства я просто меня меня слов для возмущения чтобы так культурно разговаривать просто не хватает санду потратила пишут они так пишут пять с половиной тысяч шлейф это 260 270 евро на участие в саммите глав государств и правительств процесса сотрудничества в юго-восточной европе ребята вам не стыдно вот это вот еще читать и этот и возмущаться вам не стыдно это маленькая женщина в карман государства ей дала меньше трехсот евро и она поехала представлять наше государство я думал что промолчу но не мог промолчать потому что это вообще слова нет какой мерзкий народ остался в молдове у вас нету ни любви к стране у вас нет даже уважение тому выбору что вы выбрали вы хотите чтобы она просто сидела тупо в этом президентуре просто так тупо сидела ничего просто сидела сфотографировалась когда-то она пашет как пчелка ну послушайте я же вижу я же вижу я знаю в отличие от ноги чем она занимает она пытается молдову сегодня вывести в люди вывести хотя нам до европы как как я не знаю мне до марса и вот такую чушь пишет ай 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 вот она поехала 18 20 февраля две секретари аппарата президенту и президент и потратили всего 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 вай 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 15 тысяч пятьсот пополам нехай будет ну 800 евро. Это охренеть. Охренеть. Глава государства. Брюссель. Две женщины. Не две просто чиновницы. Это первое лицо государства. И с помощником. Тысячу долларов. Тысячу евро. Ай-яй-яй. Позорище. Вы знаете, заключение. Я не хочу сейчас много говорить, потому что сейчас начну говорить в народном жаргоне. Если вы я обращаюсь к тем, кто вы голосовали, наберитесь терпения. Просто наберитесь терпения. Давайте проявим уважение. Не хотите проявлять уважение к этой женщине? Давайте проявите уважение к своей стране. где вы живете. Вы можете представить, какое мнение у людей я слышу, вот, бывая в других странах, что говорят о Молдове, а что говорят об избирателе. Для чего вы ее избрали? Чтобы вот так и поливать грязью, оскорбляя. Для чего? Дайте ей тянуть. Она и так, это позор для нашей страны, что мы на нее повесили эти маленькие плечики, эту страну с полнейшим дерьмом, с коррупцией, преступниками, бандюганами. И сейчас я слышу, вот, асанду, асанду, санду, санду, санду. Вы же похожи на идиотов. А вас смотрит весь мир. Вы себе можете представить, чтобы вы знали такую вещь, что я вам сейчас скажу. Все, что вы пишете в социальных сетях есть группы специально аналитические, которые внимательно читают и таким образом они создают определенную, такой, определенный материал, характеризующий электорат Молдовы. Вы себе можете представить, какую характеристику, какие доклады пишут в ООН, какие доклады пишут посольства, все посольства, чтобы вы знали в Республике Молдовы, они пишут отчеты, пишут об экономике, об коррупции, об избирателях, уровень, уровень интеллекта избирателей. Вы понимаете, что думают о вас, когда вы вышли, проголосовали, эту маленькую женщину водрузили в трон президента и на третий день вы ее мутузите. чем угодно, ногами, языками, обливаете ее. Она терпеливо все это знает и проглатывает. Она же читает. Как можно уважать вообще вас, я говорю, не Молдаване, а все, кто живет в Молдове. Как вас можно уважать во всем мире, когда вот я езжу, встречаюсь с международными дипломатами и слушаю такое о Молдове, что даже не хочу сейчас говорить в прямом эфире. Кто у нас остался здесь? И у нас вроде бы работают все в Европе. Вроде бы уже научились мыслить, научились думать, свободно думать, анализировать, что происходит. Что вы от нее хотите? Вы что, избрали ее, а она с волшебной палочкой махнет и всех перевоспитает? Чтобы не ворвали. Вот я, моя жена с этот, мучается, клумбу вырастила возле дома. Каждый вечер поливает, поливает, ходит, поливает, а у нее воруют, воруют, режут цветы, режут. Она сажает, я ее скоро с дома выгоню, потому что она уже все деньги тащит только на цветы. И ворует. И что? И поймала. И как вы думаете? кто ворует? Майя Санду пришла, украла. Пришла ночью с ножницами и срезала цветы, которые она сажает. А нет, поймала. Одна русская, жена офицера, который служил в десантном полку в Советском Союзе еще, на Панфилово. А вторая бомжиха, тоже русская, там собирается на баюкан и возле базара человек 10, бомжи, пьянчуги. Вот пришла, увидела цветы, залезла, там, быдло, быдлятина. И что виновата в этом Санду? В чем вы ее вините? Наберитесь ума, культуры, хотя бы интеллект. Вы посмотрите, сколько у нас сегодня представителей русского мира, которые аж яд выпускают прямо Санду и аж поперек горла. Так вы и избиратели, которые за нее голосовали, защитите ее грудью. защитите? Что же вы ее бросили? Ее хает, ее обливает грязью, а вы все, даже те, которые за нее голосовали, уже, ой, я зря дала голос, я зря это. Я вам скажу, как человек, да чего тупой избиратель, у нас это просто слова нет. А вы хотя бы в состоянии защитить свой выбор? Свой выбор, вы выбрали это, вы сделали выбор, так защитите ее. Просто станьте как женщину, если уже президент вам не нравится, так вы хотя бы хотя бы женщину эту маленькую защитите. В чем? В чем ваша честь, ваше достоинство, граждане Молдаване? Я говорю о Молдаване все, кто живет в Молдове. И читаю такие оскорбления. Ладно, там мужики быдло, невоспитанные, но когда женщины пишут и такие вещи пишут. Ну, в основном русский мир, конечно. Ее на руках надо носить. Водрузили ей на спину и она сегодня таких дебилов, как вот у нас коррупционеры Шор, Дадон и народ же спросит. И то, что я снимательно слежу и смотрю уже у нас Драгуцана взяли за яйца бывшего главу Национального банка. Там целый список. Я давно об этом фамилии называл. ну, и этот. В чем вы ее топчете все время? Пинайте ее. Иногда хочется вот о всей душе сказать все, что я о вас думаю. Мне все равно, я ничего уже не боюсь, я никогда не боялся ничего. И вот вот просто слушаю слушаю, читаю это все, эту грязи. Вот Майя Санду поехала. Самым скромным образом, уже скромнее уже некуда эта женщина, она женщина, она должна выглядеть, ее должны одеть, модно, все это дорого, но она же идет не от тебя, не от семьи там с колхоза, она едет от имени государства, она лицетворяет государство, когда идет навстречу. И вот надо ковыряться. Вот она потратила, вот она это, послушайте, она заслуживает тратить на нее большие деньги. Знаете почему? Потому что она сегодня лучший дипломат в республике Молдова. Я вам говорю откренно, вы же знаете меня, я пофиг, я меня тут вижу, то есть скажу. Но она, вот именно она, она сегодня является, вообще министерство иностранных дел, я бы всех разогнал там, оставил бы одного президента одну эту женщину, маленькую хрупкую. Вот она делает всю работу, как глава государства, как министр иностранных дел, как дипломат. И в ней вот знаете объединено все то, что и женщина, и и и и мама этого государства. И вот столько грязи, и столько вы никогда, я скажу, может быть грубо скажу, но я в адрес друзья, ну не о всех, ни в коем случае не о всех хочу сказать, но в адрес тех, кто сегодня столько грязи выливает в адрес этой женщины. Вы не заслуживаете того, чтобы у вас был достойный ваш глава государства. Что такое глава государства? Это представляет Молдова. Это на вершине пирамиды это первое лицо страны. я удивляюсь, я внимательно за ней наблюдаю, я удивляюсь, откуда у нее столько терпения. Да я бы послал бы, я уже тут, вы бы Сталину ставили памятник, блядь, я быстро навел порядок, военный порядок бы навел, а она, она женщина, и это демократия, и все плюют, все кричат, жос, накормят их крупами, конвертами, и вот выходят все и орут, потому что она маленькая, но крепкие руки у нее, и взяла красиво многих, и доведет дело до конца. Так что вы хотите этот, демок, я скажу вам так, друзья, даже если бы Бог, ну, решил еще раз рискнуть, и отправить на землю своего сына, и назначил бы президента республики Молдова. Я себе не могу представить, что сделает молдавский избиратель с сыном Божиим. Похлеще, чем римляне, когда распяли на Христе Иисуса Христа. Вот это бы сделали молдавские избиратели. Вы элементарно не можете уважать себя, но если вы свой выбор не уважаете, вы себя просто уважаете, покажите всему миру, что вы избрали, хотя бы закройте рты и просто молчите, не открывайте рот и не выбрасывайте гадость, которая у вас сосредоточена в мозгах, просто вы тут вот мне пишут, вы знаете, скажу вам такую вещь, зачастую даже не знаешь, что тебя ждет, когда ты идешь на любую должность, которая связана с руководством людьми. Самая проклятая, самая паскудная работа, это работа с людьми, это я вам говорю, потому что я всю жизнь работал с людьми. Мне было легче в армии, потому что есть устав, построил, читай пункт первый воинского устава, пункт второй, и все, жестко, все в рамках закона и воинской дисциплины. На гражданке совсем другое дело. Демократия, мозгов нет, но все у нас видят себя специалистами, большими специалистами, каждый сидит на своем месте, кто на диване, кто на кухне, кто с пивом, и каждый видит себя умным, аналитиком. Он действительно аналитики, и он себе позволяет критиковать председателя правительства, и Майю Санду, и вот он сидит, пиво пьет, и он всех вдоль и поперек плохо, плохо, плохо. Не надо мне указывать, хвалить, я не хвалю никого. А вас, избирателей, я не унижаю, а высказываю свою точку зрения, если у вас так слабо и у вас это оскорбляет, что я говорю, отключитесь вообще, что вы сидите, смотрите, мучаетесь, то, что я говорю. А я говорю в элементарных вещах. Если меня учили с детства уважать женщину, одна маленькая, мама вот такая, была худенькая, она меня растила, я даже отца не помню своего. Все на плечах женщины. И сейчас. Она знала, да не знала. Она взяла, я сто процентов уверен, что она уже жалеет, но у нее характер есть. Я час общался с ней, смотрел ей в глаза, у нее стержень титановый, маленькая, но не сгибается. Но я хочу сейчас сказать вам, избирателям, вы пытаетесь все расшатывать, вы все хотите развалить. То есть, вы хотите, давайте долой, давайте жез санду, давайте жез правительство, давайте всех жез, кого поставите. Ну, вот так вот, возьмите, продумайте мозгами, если они у вас есть, вот просто подумайте, кого вы сегодня вы найдете, вот просто кого вы найдете, назовите фамилии, вот все вы, жез, у нас только одно, жез, долой, назовите мне, пожалуйста, политиков в Молдове, которым сегодня большинство доверило управлять страной. я на восток и на восток идти хочу, Россию близко не хочу видеть, сразу говорю, я буду отдельно, я подготовлю, я вам много чего расскажу, что, что-то вы представляете Россия. все, 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 наш путь только на запад, и правильно мы, Иванович, только туда, только туда, назад даже, это, даже не думайте, хотите жить в рабстве, хотите, чтобы вам манипулировали, так голосуйте за Дадона, в чем вопрос, вы же решаете, вот будут выборы, пожалуйста, голосуйте, социалисты аж писают, Дадон только надеется, что его спасут от тюрьмы, так же, как и Шорн, голосуйте, в конце концов, в конце концов, все, что вы посеете, вы соберете с собственной урожай, что посеете, то и соберете, в чем проблема. Я просто на примере сегодня вот этой статьи, что я прочитал, мерзкой и противной, вот обижает, что я оскорбил кое-кого избирателей. Вы знаете, скажу вот такую вещь, вы хотя бы о себе слышали вообще, что говорят о Молдове? В определенных кругах люди, которые внимательно наблюдают за Молдовой, и я вам хочу сказать, скажите спасибо, что нам еще помогают, при том очень интенсивно помогают сегодня Европа, а Румыния очень сильно помогает. Я знаю, какие они проекты, я знаю, какие деньги они дают на наши больницы, какие дороги они дают, чтобы нас поднять из дерьма. А наши сидят вот так вот, кто с сигарой, кто с водкой, и налево, и направо. Чего вы заслуживаете? Конечно, о всех не говорю. Слава Богу, что сегодня подавляющее большинство, все-таки большинство у нас в Молдове это благоразумные люди. Я очень рад, что молдаване впервые объединились и перевернули политическую власть в Молдове. Ну, пройдет еще, наберитесь терпения, внимательно наблюдайте, высказывайте, что вы хотите, как бы вы хотели жить, как бы вы хотели видеть, чтобы власть вас слушала. Но пусть они доработают. Нельзя расшатывать сейчас в этот, я вам больше скажу, не пугаю, но вы знаете, мы на краю Третьей мировой войны. Вы зря расслабляетесь, господа избиратели Республики Молдов. Очень зря расслабляетесь и рано расслабляетесь. Это другая тема разговора. И в этой ситуации, когда мы можем оказаться между наковальней и молотом, надо сегодня зубами держать стабильность в стране. Пусть работают. Пройдет пару, еще два года, вот почти два года. И через два года опять вы соберетесь, будете решать, будете избирать. Но если вы будете от этих преступников, которые Шор, Дадон, которые сейчас через телевизор вам втирают мозги, и вы, не думая мозгами, ни хрена ходите, кричите там жёст, да жёст, да жёст. И что вы построите в стране? Я все сказал, все, что я думаю, а вы сидите, перевариваете. И еще раз, я высказываю свое мнение, и не пытайтесь не навязывать мне ваше мнение. Я его сказал, и на этом точка. А указывать мне, как хвалить, не хвалить кого-то, это уже я сам буду решать. Сам. И буду говорить то, что я считаю нужно. А вы, если вас тошнит, если вас вырывает, уходите, чтобы я вас просто не удалил. Вот и всё. Высказывайте свою точку зрения. Я с удовольствием её почитаю. Если вы действительно переживаете за эту страну, если вы действительно сегодня вникаете во все дела, так давайте. Говорите, а не развалить и уничтожать. Молдаване, я больше к вам отношусь, потому что русский мир для меня это сразу говорю. Не хочу за всех говорить ни в коем случае. на русский мир для меня это агрессор, это те, кто сегодня пытается дестабилизировать ситуацию в нашей Молдове. Поэтому обращаюсь к молдаванам. Молдаване, держитесь вместе. Вы сделали свой выбор. Не мешайте. Наоборот, прикройте, защищайте свой выбор. Пройдёт два года, не понравится, изберёте другого президента, другую власть. Но подальше держитесь от русского мира. Подальше. Это другая будет тема. Русский мир сегодня уничтожает Молдаву. Пытается всеми способами расшатать власть, дискредитировать власть, разбить кол раздора в молдавское общество. Это русский мир, который сегодня в Молдове пытается сегодня втянуть Молдову в конфликт. Русский мир. Это правда. Я сказал так, как я считаю нужно. Поэтому молодование держитесь вместе. Вы показали на выборах в 20 году, что когда вы объединяетесь, когда вы вместе, вы побеждаете. Поэтому ни в коем случае не слушайте дебилов, а слушайте свое сердце, слушайте свой разум. И запомните, когда вы кого-то выбираете, то вы должны защищать свой выбор. Не просто выбрали и выбросили. Нет, защищаете. Вы несете ответственность за свой выбор до конца мандата. Вы несете ответственность те, кто избирает. Не просто сидите, не просто плюете и обливаете дерьмом свой выбор, а просто требуйте в рамках закона, критикуйте, вот как вы видите, требуйте объяснения, но не означает, что нужно уничтожать. Вот что я хотел сказать. А то, что сегодня эти кремлевские, прокремлевские СМИ представляют русскому миру в Молдове, ох, президент потратила 500 евро, это охренеть, это охренеть, охренеть. Какие сумасшедшие расходы, что глава государства выезжает на международные форумы. 500 евро. Еще и оплевывает и гадит. А гадит не Санду, гадит нас, всю Молдову. Это о нас, о Молдове такое представление и о избирателе. Все, друзья, всем пока, я поехал. Честно вам скажу, мне больше нравится в Румынии, там люди культурнее и более умные, не в обиду, но это правда. Пока всем.